Продолжая рубрику «Вопросы и ответы», уважаемый Виктор Вячеславович, хочу задать вам два важных для казахстанцев вопроса. И первый вопрос. Президент Касымжомар Тукаев 10 июля 2020 года на заседании правительства сказал, что в Казахстане нужно перестроить государственное управление, потому что население не доверяет властям. Хотелось бы знать ваше мнение, что нужно ожидать народу Казахстана. И второй вопрос. Будет ли проведена Тукаевым перестройка государственного управления или это просто очередной маневр власти? Спасибо за вопросы. Я думаю, что эти вопросы волнуют не только казахстанцев, а сегодня многие в мире с пристрастием посвящены. Рассматривают на опыт Казахстана по транзиту власти. Состоялся ли транзит власти? Состоится ли он? И этот немаловажный фактор, который был объявлен президентом Тукаевым о перестройке государственной системы управления, конечно же, будоражит умы всех, поскольку Мурсултан Назарбаев в течение 30 лет выстраивал всю эту государственную систему. И вдруг, буквально через небольшой... Ну, немного не хватило до года, 19 марта, а чуть больше года, новый президент объявляет о том, что нужна перестройка государственной системы. Я бы хотел процитировать то, что сказал Казахстан Жамрат Тукаев на заседании правительства. Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления, сказал он на расширенном заседании правительства. Для перестройки госуправления нужны образованные, решительные, инициативные, деловые и честные люди. И далее, вновь цитата. Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствие же здесь команда указанным критериям. «Полагаю, члены правительства Акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно и примут решение в пользу государства», заметил Тукаев. Я бы сказал, очень смелое такое заявление. В адрес членов своего правительства, которым возглавлял в свое время господин Тукаев, и сегодня он президент, руководитель исполнительной власти, хотя у нас несколько искреженная власть. И президент представляет исполнительную власть, и премьер-министр представляет исполнительную власть. Какому Богу молиться народ, наверное, до сих пор не понял. Еще есть надстройка в лице Совета безопасности, который возглавляет экс-президент Республики Казахстан, который как раз и выстраивал всю эту систему, схему, которая сегодня дает сбои. И в самый ответственный момент, период, когда пандемия косила многие десятки тысяч казахстанцев, она дала сбой. И это не понравилось исполнительному органу власти, и необходимо, как сказал Тукаев, перестроить государственную систему управления. Будет ли проведена эта государственная система, я дальше немножко остановлюсь. Буквально через месяц, 1 сентября, тот же президент Тукаев выступает с посланием народу Казахстана, в котором он поднял, ну, ни много, ни мало, а 30 в его понимании животрепещущих вопросов, без которых, ну, практически вся работа пойдет на смарку по улучшению, повышению жизненного уровня всех казахстанцев. И, внимательно изучив, еще раз повторюсь, я уже на эту тему выступал, но сегодня вот именно хочу повториться по тем вопросам, которые были подняты Тукаевым в послании. Первое, оказывается, самый главный вопрос, необходимо создать онлайн-систему, где бы граждане Казахстана высказывали свои предложения, замечания и так далее по реформе государственной системы. Без этого, конечно, никакая перестройка двинуться не может. Второй вопрос, который был понят Тукаевым, это дальнейшее усиление органов местного самоуправления, и следующий вопрос был повышение финансовой состоятельности органов местного самоуправления. Но это, конечно, большой вопрос, и очень емкий, и вовремя поднятый вопрос. Ну, дальше, если посмотреть, звучат такие интересные программы, которые нужно обязательно сделать. Вдруг Касанжамар Тукаев говорит о том, что правительство сегодня подняло квоту на ЭКО. Аж в семь раз. Это, конечно, в умах людей откладывается очень глубоко. В семь раз увеличивается такая акция, как ЭКО. и доводится до семи тысяч этих проведенных операций. Это не делает чести, конечно, президента в этом плане, поскольку мы сами в Алма-Ате начинали эту процедуру и никого не спрашивали, ни правительства, ни президента. Мы поддержали эту корпорацию, которая занялась этими вопросами, и проводили обследование буквально всех женщин и помогали семьям для того, чтобы они получили детей. Вдруг на уровне правительства, главы правительства, звучит семь тысяч. Дальше, если посмотреть, ну, казалось бы, такой демократичный фарс, фарс, называя его, выборы Акимов-Аулов в Республике Казахстан. Мы об этом говорим уже более 20 лет. И в свое время, когда встал вопрос о выборности Акимов, я лично сказал и громко заявил, если все проблемы сегодня снимаются и будут решены, я сегодня же готов пойти на выборы Акима города Алма-Аты и выставить свою программу и победить на выборах прямым тайным голосованием всех алма-атинцев. И далее необходимо создать, звучит из уст Касмужемарта Токаева, одно агентство, второе агентство, в Национальной Банке создать комитет, ну, это вообще, в Национальной Банке создается комитет, это такая рядовая, так сказать, деятельность этого органа, ну, создали комитет, создали, утвердили, утвердили, назначили, назначили. И вдруг президент страны говорит об этом в послании народу Казахстана. Я лично понимаю это так, что не о чем было больше говорить, необходимо было набрать каких-то фактов, которые позволили бы каким-то образом заинтересовать граждан Республики Казахстан. Дальше вспоминается Нуржол программа, которая якобы создает какие-то преимущества Казахстану в транспортной сфере. Какие преимущества Казахстану? Перед кем преимущества? Если мы строим транспортные системы в Казахстане и этим самым улучшаем жизнь казахстанцев и улучшаем транспортные потоки в Казахстане, этим самым уменьшаем вредные выбросы от выхлопных газов транспорта, ну, так нужно и говорить. А ни в коем случае не приписывать этому деянию какие-то супер-межгосударственные привилегии и преимущества Республики Казахстан. Это звучит несколько слабовато из уст президента Казахстана. Ну и в дальнейшем звучит, опять же, пункт, где он говорит, что будет проведена государственная реформа системы государственного управления. Она будет проводиться в общей какой-то масштабной, широкомасштабной реформе госуправления Казахстана. Как видите, практически ничего не было сказано. Не было сказано о том, что сегодня у нас практически одна партия, нет многопартийности. Хотя справедливости ради нужно сказать, что Назарбаев за 30 лет своего правления в Казахстане выстроил все атрибуты власти, которыми он может любому, так сказать, критикану из-за рубежа сказать «Да о чем вы говорите? У меня же есть все. У меня есть парламент двухпалатный, у меня есть независимые суды, у меня есть органы местного самоуправления, у меня в конце концов есть институты демократические. И, конечно, назовет одним из этих институтов профсоюзы, но он не скажет о том, что сегодня в парламенте одна-единственная партия, партия президента Нур-Оттан. Мне скептики отдельные могут сказать, ну что же вы, уважаемый политик Храпунов, не понимаете, что там есть еще партия Акжол, есть народная коммунистическая партия. Так вот, я хочу конкретно сказать, что это прокто-партия, это квази-партия. Достаточно сказать, что название партии Акжол, якобы оппозиционной партии политики президента и правительства Казахстана, они украли у действительно оппозиционной партии Акжол и присвоили это название себе и возглавил эту партию Перуашев, который за день до избрания его секретарем партии Акжол уверенно себя чувствовал в партии Нур-Оттан. Это еще раз подчеркивает, что Назарбаев создал видимость того, что у нас много партийность в парламенте. У Назарбаева нет справедливых судов. Правоохранительная, развращенная коррупцией, правовая система, правоохранительная система сегодня не защищает казахстанцев. Она не охраняет казахстанцев, не создает условия для безопасного проживания в Казахстане. Мало того, сегодня полицейские используются как жандармы, которые на корню душат маленькие ростки демократических процессов. Мы это видим на примере движения ДВК. Каким образом расправляются сегодня именно полицейские, которые должны защищать этих людей и создавать условия для обеспечения требований Конституции? Право на самоопределение, на митинги, демократические шествия и так далее, и так далее. Мирные шествия. И вот я прекрасно понимаю, что та система, которую выстроил на султан Назарбаев, она пришла в тупик. Уже нет того прогресса, который был ранее. И элита сегодня напугана. Она не знает, как вести себя. Но султан Назарбаев создал свою элиту в уровне своего, так сказать, своей образованности и своего понимания ситуации. Да, он создал карманных олигархов. Карманным олигархом он распределил тебе черные металлы, тебе уголь, тебе цветные металлы, тебе ферросплавы, тебе то-то, 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 тебе энергетика, тебе нефть и газ, но дальнейшее развитие Казахстана, увеличение валового национального продукта, оно сегодня застопорилось. Почему? Поясню. Сегодня Казахстан сидит на нефтяной игле. 44-45% доходной части бюджета сегодня дает нам нефтегазовый сектор. Это представить только себе. Практически 50% бюджета находится на нефтяной игле. Маленький чих по ценам и экономика Казахстана и в целом государственность улетает в тар-тарары, как в народе говорят. но султан Назарбаев не направлял полученные от сырьевых ресурсов финансовые ресурсы на развитие других секторов экономики. Это главная его ошибка, я считаю. но не это является краеугольным камнем в этой ситуации. Можно было бы и на нефтяной игле сегодня жить и работать, если бы только не разворовывали те сотни миллиардов, которые утекают сегодня за рубеж и вообще не работают на экономику Казахстана. И эти деньги оседают лично у султана Назарбаева, его компаниях и у всех его родственников. И той элиты, которую создал сегодня султан Назарбаев. Поэтому я твердо убежден, что необходимо полностью перестроить всю систему государственного управления. Но есть одна, так сказать, проблема. Если только перестроить удастся полностью всю государственную систему, то лично Назарбаев и все его ставленники, в том числе и Токаев, потеряют свою власть и мало того могут, и это прекрасно понимает Назарбаев, сесть за скамью подсудимых, как это было в отдельных государствах во всем мире. Поэтому пока существует такая система, пока у власти находится султан Назарбаев, и пока такие, как Токаев, говорят о том, что необходимо сделать перестройку, а меня это слово несколько пугает, мы уже пережили одну перестройку в советском периоде, которая закончилась перестрелкой, и может быть и Токаевская перестройка государственного управления может довести народ до такого состояния, который как единственный, кто может изменить полностью систему управления власти в Казахстане, это народ не выдержит и скажет свое веское слово. Еще раз хочу подчеркнуть, что пока у власти находится султан Назарбаев, а он сегодня влияет на все экономические, политические процессы в Казахстане, и без него не решается ни один вопрос, никакой перестройки, ни государственной системы управления Казахстаном, ни управления финансовыми потоками не будет. Это все профанация господина Токаева. Продолжение следует...